Всем привет! Меня зовут Ира, и вы на моем канале Volunt&Me. В сегодняшнем видео я поделюсь новостями для беженцев из Украины, которые сейчас здесь находятся в Нидерландах под временной защитой. Речь пойдет о стикерах. Около месяца назад я делала уже видео, где рассказала вам, что с 1 ноября стикеры будут обязательными для того, чтобы легально находиться в Нидерландах, и также, чтобы была возможность здесь работать и учиться. Так вот, в прошлом видео я рассказывала, что многие люди не успели получить стикеры, и также была такая небольшая пауза в получении стикеров. Локации для получения стикеров были временно закрыты из-за недостачи специального материала для изготовления стикеров. И я говорила вам, что придется подождать где-то до середины октября. И действительно так и есть. С 19 октября, по-моему, можно снова записываться на прием за стикером. Это интересная информация для тех, кто еще до сих пор не получил стикер. На прием можно на данный момент снова записываться через сайт, ссылочку на который я оставлю в описании под этим видео. Для того, чтобы записаться на прием, вам нужно быть минимум одну неделю уже зарегистрированными в Нидерландах. То есть, чтобы у вас был БСН номер минимум одну неделю. И тогда вы можете уже записываться на прием за стикером. Локации на данный момент, где вы можете получить стикер, всего три. Это Амстердам, Роттердам и город Ассен. Вот, пока только на данный момент только эти три локации работают. Какие документы нужно брать с собой для получения стикера? Об этом все подробно написано тоже на этом сайте, ссылочку на который я оставила. И нужно важно знать, что стикер нужно забирать самому. То есть, нельзя позвать кого-то, чтобы другие люди для вас забрали этот стикер. Нужно присутствовать лично. Успеть получить стикер вообще нужно до 1 ноября. Но дело понятное, что не все успеют это сделать. У некоторых нет такой возможности. Люди, может быть, только неделю назад приехали, еще не успели получить БСН номер. Что же делать тогда в этом случае? Ничего страшного в этом нет. На сайте написано, что если вы не успели до 1 ноября получить стикер, конечно же, записывайтесь как можно быстрее на прием, чтобы получить его. Если вы немножечко опоздаете, то это можно будет сделать также и после 31 октября. То есть, в этом никакой проблемы нет. Многие зрители моего канала и подписчики спрашивают также очень часто, зачем вообще нужны эти стикеры, если я не буду его запрашивать, что тогда? Так вот, на сайте службы иммиграции и натурализации Нидерландов очень ясно написано, что официально вообще с 1 ноября, если у вас не будет такого стикера, либо пластиковые карточки, выданные E&A, вы будете просто находиться как бы нелегально в Нидерландах, и вы не будете больше попадать под условия временной защиты здесь, то есть, вы также не сможете здесь работать, получать пособия и так далее. То есть, это действительно очень важно и даже, можно сказать, обязательная процедура. Надеюсь, что теперь стало ясно, зачем нужны эти стикеры. Конечно же, вам нужно как-то добраться до этих трех локаций для того, чтобы получить стикер в Амстердам, Роттердам и Ассен, как я уже говорила выше. И для этого вам нужен либо собственный автомобиль, либо вы, может быть, поедете с помощью общественного транспорта, и, конечно же, у вас будут расходы. Так вот, некоторые, повторюсь, некоторые муниципалитеты могут вам эти расходы оплатить. Речь идет сейчас, конечно же, только о поездке за стикером, например, в Амстердам, и назад к вам, в место, где вы живете. Если вы воспользуетесь своим личным автомобилем, либо, может быть, вас завезут друзья на автомобиле, неважно, вам тогда могут оплатить 19 центов за километр. Если же вы воспользуетесь общественным транспортом, а просто нужно сохранить билет, либо как-то доказательство того, что вы заплатили за поездку туда и обратно, и это предъявить в вашем муниципалитете. Возможно, вам придется написать какое-то заявление. Как это точно работает, я не могу сказать, но вы всегда можете уточнить в вашем муниципалитете, могут ли вам за эту поездку за стикером вернуть деньги назад. Еще раз повторюсь, что не все муниципалитеты это делают, и также они рассматривают это как бы индивидуально, каждую ситуацию отдельно, потому что если у вас уже есть работа, вы работаете в Нидерландах, тогда вам точно не оплатят эту поездку за стикером. Поэтому мой вам совет, если вы, например, даже уже съездили за стикером, может быть, месяц назад, и не знали, что есть такая возможность, что муниципалитет вам за эту поездку может вернуть деньги, просто заедьте в ваш муниципалитет и уточните эту ситуацию. Еще очень важная информация, которую можно сейчас встретить в интернете, уже все об этом говорят, ее еще нет на официальных сайтах, но, скорее всего, она там скоро появится, это то, что временная защита для украинских беженцев продлевается еще на год. То есть сначала она была только до 4 марта 2023 года, что украинцы могли здесь находиться, работать и получать пособия и так далее. Но сейчас говорят, что ситуация в Украине не меняется, война все продолжается, к сожалению, и поэтому планируют продлить временную защиту для украинцев в Нидерландах еще до марта 2024 года, то есть плюс еще на год. Под условия временной защиты попадают, конечно же, украинцы с украинским гражданством, также люди, которые проживали в Украине, которые имеют гражданство другой страны, но имели постоянное, перманентное вид на жительство в Украине, да, ПМЖ. Вот, и также люди, которые были под защитой в Украине, то есть беженцы из разных третьих стран, которые были в Украине под специальной защитой, и позже из-за войны в Украине они тоже должны были покинуть Украину, и вот, например, сейчас находятся в Нидерландах. Они также попадают под условия временной защиты и их члены семьи. Все люди, которые попадают под условия временной защиты, конечно же, должны быть зарегистрированы в Нидерландах, получить БСН-номер и стикер. Тогда у них будет право на медицинскую страховку, медицинскую помощь, также могут они здесь работать, учиться, либо получать первое время какое-то пособие. Для людей, которые тоже жили в Украине, которые приехали в Украину из других стран и имели там временный вид на жительство, для них в Нидерландах, к сожалению, заканчивается временная защита в марте 2023 года. Для них она не будет продлена еще на год. Будет, конечно же, рассматриваться каждая ситуация по отдельности, но на сайтах написано, что в основном это люди, имеющие гражданство в третьей стране, где тоже безопасно на данный момент, и их просто попросят покинуть Нидерланды и поехать снова в страну, где у вас есть гражданство. Поэтому, если вы попадаете в эту категорию, советую вам уточнить в ВНД что да как, как вам дальше быть и вообще, что с вами дальше будет. Но пока до марта 2023 года вы все равно имеете право находиться здесь под условиями временной защиты в Нидерландах. Ну вот это и были такие самые главные и последние новости для беженцев из Украины здесь, в Нидерландах, которые находятся. Я думаю, что большинство из вас, кто смотрит мои видео, уже получили стикеры. Если это так, обязательно дайте знать мне в комментариях, кто уже получил стикер, кто, может быть, уже нашел работу. Также пишите, как у вас с изучением нидерландского языка, помогают ли вам мои уроки. Новый урок, кстати, я уже готовлю. Делитесь вашими впечатлениями. Прошло уже достаточно много времени. Многие зрители моего канала и подписчики находятся в Нидерландах уже около полугода. Поэтому обязательно делитесь в комментариях. Если у вас еще остаются какие-то вопросы, может быть, вам что-то непонятно здесь, в Нидерландах, обязательно пишите, задавайте их в комментариях. Я все читаю и готовлю для вас новые видео. Я желаю всем замечательных выходных. И, как всегда, увидимся с вами на канале Holland&Me, где я вас очень буду ждать. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok